This conference will now... Все-таки по возможности писать вопросы мне в чатик. У меня на втором экране все выведено. Я буду реальчески поглядывать на него, чтобы ничего интересного от вас не пропустить, никакие вопросы. Ну, если что-то много, тогда уже напишите, что Вадим Викторович, есть вопросик, и я в данном случае буду готов выслушать. В принципе, я вам сейчас всю информацию расскажу, да, в конце будет приятный бонус, и после этого мы с вами все обсудим. Так, подождите, а почему меня не переименовалось? Сейчас, секундочку, почему меня здесь не переименовалось? Давайте я переименую. Так, ну все, теперь в принципе все, да, можно и начать. Итак, повторюсь, значит, для вопросов по ходу презентации пишите в чате, да. Если вопрос у слишком большой, то напишите, Вадим Викторович, у меня есть вопрос голосом, и мы тогда постараемся вас выслушать. Значит, сегодня у нас проходит День открытых дверей, да, по профессии разработчик Python, полстэк, то есть я расскажу непосредственно про получение профессии в рамках нашего центра профессии разработчик на Python. И постараюсь вам рассказать обо всех курсах, ну, кратенько, конечно, которые я веду в рамках нашего центра. Так, ну, давайте начнем. Я смотрю, что я ждал. Вроде все присоединились, да, к нам, кто хотели. Да, добрый вечер, да, кто к нам присоединился. И уже по мере продвижения мы будем... Так, сначала представлюсь, да, чтобы вы знали, с кем имеете дело. Зовут меня Шаховцов Вадим Викторович. Я в 2000 году закончил РГГУ по специальности информатики технолог. С тех пор работал в разных компаниях, как инженер, как тестировщик, как программист. Где-то лет пять назад начал смещаться в преподавание, стало больше интересно именно работать с людьми. Вот. И уже два года, как больше даже двух лет, уже преподаю в центре специалист и веду линейку курсов о питон и галангу. Ну, у нас сегодня тема нашего дня от Эльберей питон, поэтому мы будем говорить первую часть о питон. Я здесь специально вам написал, значит, имена курсов так, как они называются, да, чтобы вам легче было потом ориентироваться на сайте, по ценам посмотреть, по программе, еще что-то. Но, значит, все это связано непосредственно с питоном. Видите, у нас, я даже веду математику, но показываю ее теорию, в том числе практику, я показываю на питонских библиотеках. Ну и основные, кратенько, видите, так, звук есть, звук есть, так, звука нет. Давайте я попробую переключить сейчас. Бывает, иногда такой. Звук был, ну, бывает такое, сейчас я... Так, сейчас звук есть, скажите, пожалуйста. Сейчас звук, все, появился у всех. Да, вот, спасибо. Все, ну, бывает такое, да, облака. Спасибо. Итак, смотрите, в рамках нашего центра обычно у нас пронумеровано, все по порядку было и был хорошо. Бывает такое. Если у кого-то нет, в первую очередь попробуйте, да, зайти, выйти, бывает. Но если что, с моей стороны, видите, я переключил уже, я думаю, что все должно быть хорошо. Значит, ну, раз раньше были линейки курсов питон 1, питон 2, 3 и 4, ну, соответственно, основной, это базовый курс был, потом, который посвящен именно основам языка, продвинутый курс был связан непосредственно с ООП, потому что питон изначально объектно-ориентированный язык, после этого шло, в данном случае, разветвление на веб-разработку, видите, веб-разработка на джанго и разработка на фласке. И вторая линейка – это был анализ данных. Да, все, что связано с анализом данных, это библиотеки NumPy, Matplotlib и Pandas. Ну, и из этого как раз в дальнейшем вот у нас добавилась математика, потому что все-таки для анализа данных желательно быть знакомым с математическими основами. Ну, и вообще тот, кто… Да, он записывается, Дмитрий, я включил запись, я думаю, что в дальнейшем я оставлю информацию, да, информацию для вопросов, инфо-специалист собака.ру, и, я думаю, и свою информацию найду, если вы не сможете через инфо, ну, тогда мне напишите, и я думаю, что мы этот вопрос решим. Хорошо. Да, все записывается, вся информация будет. Ну, а уже где найти, я думаю, мы разберемся. Я думаю, что доступ дадут и там же ссылочку опубликуют. Так, я думаю, что просто рассылочку сделают для тех слушателей, которые зарегистрированы на этот семинар. Так, идем дальше. Был вопрос, да, где посмотреть. Так вот, возвращаясь немножко, чтобы вы понимали, да, что у вас в голове выстроилась система этих курсов. В принципе, я веду, ну, все основные курсы, здесь только не хватает курсов еще по нейронным сетям, по искусственному интеллекту. Есть еще, да, у нас отдельно. А так, в принципе, здесь все курсы, которые в рамках нашего центра ведут на питоне, они здесь представлены. Вот, чтобы была полная, как бы, полная система знаний, да, пришлось добавить именно вот эти курсы по Матану. Ну, я говорю, в рамках 40 часов не так много можно успеть, но тем не менее мы рассматриваем теорию, да, решаем задачи и все это вместе с библиотекой на питоне. То есть вам для того, чтобы потом свои знания усилить, нужно будет, конечно, прорешивать, потому что обычно, ну, это дополняется большим количеством прорешенных задач. Всю литературу на курсах я даю. Матан, видите, это матанализ линейной алгебры, да, теория вероятности и матстатистика, и в третьем матане мы говорим о том, что такое теория оптимизации машинного обучения. Все это с помощью библиотек, чтобы у вас было, опять же, представление, значит, после где-то питона 0, питона 1, питон 2, все остальное связано уже непосредственно с работами на конкретной библиотеке, то есть ваша работа будет связана, уже в дальнейшем обучении, будет связана с применением языка в рамках какой-то предметной области, в рамках какой-то библиотеки. Ну и раньше у нас не было питона 0, но, опять же, обрабатывая статистику уже множественных проведенных курсов, и слушатели уже просили, да, у нас было раньше просто, и сейчас есть основа программирования и баз данных, которые ведутся на оси, но вот по, в том числе, по просьбам слушателей и по обратной связи мы поняли, что нужен отдельный курс, питон 0, да, мы его так и зовем, питон 0, питон 0 for 0, да, питон 0 для нулей, то есть, почему это хорошо? Для людей, которые только входят в программирование, очень хорошо уменьшить вот эту ступенечку, да, переход на следующий уровень, и за счет вот этого курса мы с вами рассматриваем и непосредственно, что такое компьютер сайенс, что такое алгоритмы, ну, краешком буквально, чтобы понимать, как устроен компьютер, там, как говорится, на полчасика, и в том числе мы уже будем говорить о том, что такое сроки, да, что такое циклы, что такое простые типы данных, видите, что такое линейный алгоритм, что такое условный алгоритм, чтобы вам было легче потом на питоне 1. Питоне 1 – это довольно плотный курс уже по основам языка, и мы в нем рассматриваем основные типы данных, да, и структурное программирование, все, что связано с созданием функций. На втором курсе мы рассматриваем ООП, ну, и дальше, как я говорил, уже конкретно библиотеки. Ну, если нужно, я еще к этому слайдику вернусь, пойдем дальше, да, пойдем дальше. Ну, это небольшие, да, дополнения, значит, сейчас есть возможность уже проходить сертификацию по питону, видите, есть питон-институт, и я, в принципе, сертификацию проходил. Ну, вы знаете, она такая была интересная, в том смысле, что я где-то 38-40 минут потратил, ну, я не торопился, внимательно читал на английском языке, но, тем не менее, да, на все вопросики ответил, но там на пару, что ли, что-то не так ответил, да. Но, тем не менее, полезно, на самом деле, да, периодически себя проверять. Так, ну, и в рамках нашего центра, опять же, когда вы закончите нулевой, первый, второй курс, вы легко, если захотите, эту сертификацию пройдете. Там, единственное, нужно будет психологически вас подготовить, больше рассказать о том, как это проходит, да, чем рассказывать уже о языке, у вас все знания будут. Итак, давайте теперь все-таки про питон, да, непосредственно про сам язык, почему именно питон? Ну, питон, он как клей, на самом деле, сейчас это такой язык программирования, который, знаете, как говорят, питон, это язык программирования номер один для непрограммистов, то есть его и программисты могут применять, но в том числе и непрограммисты, да, и психологи, экономисты, журналисты, и DevOps, ну, DevOps, ладно, IT уже, да, то есть люди, даже, которые раньше, и научные работники, люди, которые раньше, допустим, в программировании не были связаны непосредственно, и там в требованиях для бухгалтера я видел уже, то, что анализы данных, питон плюс SQL, это основы. Так, у кого-то звук не выключен, давайте посмотрю, сейчас, чтобы не было потом это в записи, так, если звук у вас, пожалуйста, выключите, да, чтобы запись была без... так, 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 сейчас, секундочку, так, 5 секунд, и мы вернемся. Так, 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 так вот основные популярные сферы, да, это веб-разработка, бэкэн, в принципе, он здесь себя уже зарекомендовал, да, веб-разработка ведется не только на питоне, да, и на других языках, там, на Галанге сейчас очень активно, на JavaScript, да, есть веб-разработка, но, тем не менее, на питоне и большие нагруженные сайты, нагруженные сайты в том числе написаны, да, которые сейчас у нас заблокированы, но, тем не менее, да, то есть проверку именно язык прошел в свое время этой, Инстаграм, да, и в том числе, если посмотреть, там, Google использует в том числе, да, вот, и Яндекс активно использовал, вот таким, то есть язык себя уже зарекомендовал. Ему вообще уже 30 лет в прошлом году было, Python, он такой уже состоявшийся, можно сказать, язык. Так, тестирование, да, ну, все, что связано с тестированием, да, и Java, и Python, они обычно даже используются в паре, и веб-тестировании, в том числе, да, активно, опять же, для того, чтобы автоматизацию использовать, видите, в тестировании деплой, то есть выкатка решений, все, что касается CICD, тоже в том числе. Ansible, да, кто-то знает, там, может быть, уже на питоне, когда учите напрямую, это и не нужно писать, модули уже написаны, там нужно уже знать язык, в том числе, YAML, TOML, да, то есть, когда мы конфигурационные файлы пишем, но, тем не менее, если вы хотите погрузиться глубже, там все на питоне. Часто питон, в том числе, используют как скриптовый язык, и даже в том же Linux, питон уже непосредственно установлен, да, используется как системный язык, на который завязана уже работа самой операционной системы. Ну, в Mac, он тоже, MacOS, он тоже, в принципе, используется как системный язык. В таких областях, как машинное обучение, да, анализ данных и машинное обучение, визуализация питон тоже себя очень хорошо чувствует. Я понимаю, что у нас вся страна сидит на Excel, да, и никуда мы не денемся, но, видите, в связи с ситуацией непонятной, точнее, понятной ситуацией, но непонятно, как в дальнейшем использовать Excel, потому что Excel есть свои ограничения, если мы пытаемся использовать шире, да, нам потребуется тот же Microsoft Power BI. Power BI облака сейчас закрыт, поэтому многие, да, стали очень активно и смогут рассматривать именно питон, да, как часть, как часть замены своей работы. Питон, он бесплатный язык, вы всегда можете его скачать, причем питон сам написан на C, я еще поговорю о его создателе, то есть вы можете всегда скачать, даже посмотреть исходники, скомпилировать под нужную платформу, вот, то есть в этом отношении питон как бы открыт, и, пожалуйста, бери, используйся, главное знать, где что брать и как его использовать. Вот, и потом, чем хорош питон, да, я повторюсь, но тем не менее, он как клей, видите, выучив его, потратив свои силы, да, потратив свое время на него, вы, как говорится, не останетесь без дела, потому что если вам эти знания все равно пригодятся, он может быть с другим языком, да, он может быть в разработке, может быть в тестировании, может быть вместе с C++ мы используем. Значит, допустим, смотрите, простой пример, ко мне приходят, в том числе и действующие программисты, и они признают, да, на C++ можно писать, соответственно, быстрее, ну, то есть программа быстрее будет работать, будет требовать памяти, но скорость разработки на питоне выше, это факт, и поэтому все-таки скорость разработки – это важный параметр, поэтому здесь питон, наверное, очень хорошо чувствует. Это вот немножко вам про плюсы. И вот я не закончил свою мысль, то есть потратив время, на изучение питона, да, вы потом что? Вы потом пойдете в любую предметную область, ну, вам нужно будет знание предметности, и будете брать нужную библиотеку, там, допустим, что вам нужно работать с изображением, вы возьмете библиотеку Pillow или OpenCV, да, вам нужно работать с данными, соответственно, вы возьмете Pandas. Хороший вопрос, в 1С он может пригодиться? Честно говоря, я с 1С уже не связан, мы можем из него 1С сделать, понимаете? Можно ли, поймите, тут немножко 1С – это все-таки что? Это все-таки уже тоже как в фреймворке, да? То есть это немножко закрытый продукт. Если они, да, создатели 1С, позволят автоматизировать свою деятельность с помощью питона, как можно уже встраивать питон в Excel вместо VBA? Это уже можно. Есть такие библиотеки, платные, бесплатные, то есть автоматизацию для Excel можно вовсе уже делать на питоне, так же, как и для многих других программ. Поэтому если 1С, да, встроит именно автоматизацию на питоне, то почему нет, да? Мы можем на питоне легко, соответственно, сделать 1С, да, писать, напечатать переменную и легко с этим работать, понимаете? Поэтому из питона можно легко 1С сделать. Если надо, в конце будет время, покажу. Так, ответил на вопрос, Игорь спрашивал, да, можно ли в 1С пригодиться? Здесь в чем проблема, да? То есть питон, точнее не проблема, а плюс жирный, питон поможет вам автоматизировать, да, развертку этих, развертку приложений, да, то есть нужно что-то по сети, там, пожалуйста, с помощью части, может, переключите. Так, давайте, хорош, теорию вы нам расскажете, а как с практикой? Да, мы сейчас дойдем до этого, Алексей, хорошо? То есть кратенько скажу, что с практикой. Значит, во время теории мы каждый раз прошли какой-то участок теории, выполняем практику на каждом уроке, и в конце каждого занятия вам даются домашние задания. Причем часть слушателей иногда, Вадим Викторович, а почему так много домашних заданий? На что я обычно что отвечаю? Значит, практически проекты, да, либо сквозные, либо в конце будут. Значит, на что я обычно отвечаю, что мы не учимся программировать, да, когда я шучу, говорю, а мы проверяем твердость намерений. Насколько вы твердо намерены, да, выучить язык и вообще понять, в чем суть программирования. В чем суть программирования, Алексей? Да, и остальные, как вы думаете? Так, поэтому практически проекты будут, конечно, да, в рамках, то есть мы будем и на анализе данных вам на первом нужно пока понять будет, да, но там только функции, но тем не менее даже уже на первом мы с вами создадим модуль для проверки, да, ввода пароля, то, что делает каждый сайт, то есть насколько пароль Вадим и Польсом хороший, который можно подключать к любому сайту, и наш модуль будет выдавать рекомендации по исправлению слабого пароля. В чем суть программирования, скажите мне, да, напишите, пожалуйста, одно-два слова. Как вы считаете? Так, все молчат. Постоянная практика. Ну, практика это везде, это и у юристов, понимаете, и у бухгалтера, и там финансовая аналитика. Да, вот правильно, правильно, правильно писали. Все, молодцы. Автоматизация, поймите. То есть как бы это сейчас ни называлось, какие бы красивые слова ни придумывались вокруг уже, да, суть одно слово, правильно, молодцы, автоматизация. Мы пытаемся, точнее стараемся, в данном случае повторяющие действия, правильную вот эту вот рутину, да, запрограммировать, чтобы нажали одну кнопочку, как говорится, сделай хорошо, и все, пошли пить чай. В этом суть. Но, когда мы начинаем погружаться в конкретику, да, там уже много интересных мелочей, да, появится. Ну, и вообще, если так разделить, да, все программирование на два больших кусочка, то первый кусочек – это типы данных, да, то есть вы четко должны понимать, как работать с типами данных, что такое типы данных, в каком виде сохранять информацию, да. И второй большой кусочек – это алгоритмы, то есть что мы хотим с этими данными сделать. Так, если на курсах обучения написанию тестов. Ну, Сергей, ну, краешком мы проходимся, да, по-хорошему это нужно отдельный, отдельный курс по тестированию. Мы немножко показываем примеры, да, на юнит-тест или на пайтест, там, в зависимости от преподавателя. То есть мы показываем, во всяком случае. Но, чтобы хорошее тестирование, понимаете, тестирование сейчас отдельная большая область, там и теории много, и практики много, понимаете, то есть это по-хорошему отдельный курс. Если у нас он на питоне, честно говоря, надо уточнять, потому что курсы постоянно обновляются, дополняются, это можно, я в конце дам почту, да, info.sobak.specialist.ru, возможно, уже есть отдельный курс. Так, Сергей, я надеюсь, ответил на вопросик. Пойдем дальше. Итак, я, конечно, понимаю, что рейтинг – это все условности, но тем не менее, да, давайте немножко посмотрим, чтобы вы понимали. Все-таки это в том числе информация к размышлению. Если мы сейчас посмотрим на основные, там, 4 или 5 рейтингов, да, то везде питон на первом месте. Да, я же говорю, я понимаю, что это условность, но тем не менее, посмотрите, да, один из таких, ну, сайтов, на которые обращают внимание, мы видим, что тренд какой? Тренд такой, что к питону в данном случае интерес повышается. Так, какие языки в дополнение к питону нужно изучить, чтобы стать полноценным специалистом? Очень хороший вопрос, понимаете? Это очень зависит от того, чем вы будете заниматься. Если вам нужно системное программирование, то сейчас очень активно, я вижу, что помимо связки питон и C, питон C++, там, с большими данными питон и джава, в том числе, даже используется уже активно питон плюс раст, да, если вам нужно на нижнем уровне. Если вам нужно с большими данными работать, то часто используют питон плюс джава. Питон плюс SQL – это вообще основа, если вы хотите быть причастным к анализу данных, там, дата инжиниринг, это аналитик данных, дата, там, ну, соответственно, если вы хотите быть девопсом, то питон плюс голланд желательно. Ну, там, в каких-то вещах баш, да, ну, даже баш можно питоном заместить, вот, конечно, в том числе, понимаете, если вы хотите в сторону микрософта смотреть его продукт, то питон плюс C-sharp, понимаете. Если вы хотите бэком заниматься, бэкэндом, то тоже сейчас я скажу, что питон плюс голланд. Если вы хотите заниматься фронт-эндом, то, соответственно, это питон плюс джава-скрипт, ну, HTML, CSS, понимаете. То есть это будет зависеть от того, что вам интересно, Дмитрий, понимаете. То есть нельзя однозначно сказать, вообще запомните, в программировании нету серебряной пули, да. Да, я вам буду рассказывать про питон, ну, потому что я его знаю, там, лучше всех. Но нельзя сказать, что вот только этот язык самый лучший. У каждого языка есть свои плюсы и минусы, поймите. Это всего лишь зависит от задач, которые перед собой. Я постараюсь вам донести ту информацию, значит, те области, в которых питон себя хорошо чувствует. Ну, и мы поговорим о них уже потихонечку. Как вяжется питон с США? На практике интересует. Ну, смотрите, я же говорю еще раз. Смотря что вы будете писать, да, если вы непосредственно программы, которые на питон, ой, которые под Windows-платформу, в том числе мобильный, да, там C-sharp. Но, опять же, можно было бы и на питоне какие-то вещи писать. Есть специальная библиотека Kiwi, и мне показывали уже рабочее приложение, да, на этой библиотеке Kiwi, где все в графике оформлено. Но Google не открывает либо для того, чтобы можно было полноценно на питоне писать, в том числе, графические приложения. Значит, как вяжется? Автоматизация, поймите. Да, то есть если нужно что-то сделать сетью, это автоматизация тестирования, там, деплой, выкатка. Часто вам для многих сайтов есть API на питоне, да, то есть вы можете в том числе добавить его данные. Если можно, ну, в рамках C-sharp, ну да. Ну, анализ данных, смотрите, вы будете завязаны на Microsoft, а ведь у Microsoft, если мы возьмем Excel, да, то там для автоматизации нужно VBA, понимаете? Если мы пойдем больше в Power BI, там под капотом все, можно сделать мышку, но там под капотом лежит M-язык, понимаете? Который почти один в один на питоне. Так вот, сейчас облака непонятно, что с ними, да, и вы часть своих анализа данных можете легко потом перенести на питон, понимаете? А через C-sharp, допустим, оформить это непосредственно, смотрите, через C-sharp вы сделаете библиотеки, число дробилки. Питон, сам язык по себе, конечно, гораздо медленней, но он работает часто в связке C, C++ с растом, для того, чтобы узкие бутылочные горлышки, тот код, который самый медленный, да, отдавать на откуп именно другим языкам, который, как говорится, байты гораздо быстрее перекладывают, чем питон. Питон не про это. Питон позволяет, как я говорю, на питоне можно делать все, кроме работы напрямую в памяти, он не про это, он про другое. Вообще, в идеале, да, куда все это движется? Все это движется в сторону кода генерации, я надеюсь, понимаете? Иногда уже не хочется учить, где какие скобочки, где какие кавычки, хочется сказать, так, компьютер, возьми датасет там, почисть его, да, дополни, соответственно, новые признаки, возьми такую-то модель, построй ее, да, давай поиграемся с гиперпараметры и сделай визуализацию. Но пока этого нету, нам обещают это, но пока этого нету, видите? Так, это как раз немножко, да, привязываясь к вашему вопросу и немножко больше рассказываю вам про питон. Так, надеюсь, я на ваш вопрос ответил. Так, так вот, видите, первые три места, они там болтались в трешечке, и, ну, вот с октября 2021 года, да, питон на первом месте, соответственно, да, это не значит, что это самый лучший язык, это значит, что, говорю, информационное размышление, это значит, что интерес к этому языку растет, да, и значит, что работа на этом языке найдется. Ну, здесь замкнутый круг иногда получается, понимаете? То есть, новому языку новые языки постоянно придумываются. Они есть хорошие, есть лучше, есть хуже. Никто не будет, какой бы идеальный язык не был бы, переписывать все, слишком много кода уже написано на других языках, и не просто так другой язык никто брать не будет. Поэтому, соответственно, Team Lead, ну, или менеджер проекта, приходит на рынок, смотрит, ага, какие есть программисты на рынке? Вот такие-то, соответственно. А что делают программисты? Ага, выставляют такие требования, видите? И здесь себя очень хорошо чувствуют. Программисты на Python, на C, на Java, на C++, на C Sharp и так далее. Видите? Что я хочу этим сказать? Что сообщество растет, и значит, интерес к языку есть, он живой, он востребованный. Да, вот недавно вышла версия 3.11. И поэтому, как говорится, со сцены он пока уходить не планирует. Даже, даже он, если посмотреть, что там, даже этот, как его, там, Delphi, да, Pascal немножко растет, вот, все равно к нему. Хотя он свой пик, свое величие прошел, хороший язык, но его менеджеры похоронили в свое время. Так, идем дальше. Что такое Python немножко? Все-таки мы сегодня про язык, да, говорим, чтобы вы понимали. Значит, Python язык интерпретируемый, да. У него изначально, значит, объектно-ориентированная парадигма, но он себя прекрасно чувствует и в структурной парадигме, да, когда мы с помощью функций, и в нем есть, ну, не все, но много что от функционального программирования, да, функция полноценный объект, и это мы все активно разбираем. Да, есть и лямбда-функции, вот, есть возможность создания чистых функций, да, ну, нету такого по ней, как Монады, и там туда мы не пойдем, Хаскель, да. Но, тем не менее, многие возможности из функционального языка программирования заложены непосредственно в сам язык. То есть вы можете в разном парадигме писать. Так, есть такое понятие. На лист похож концептуально? Ну, нет, 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 лист – это все-таки лист, понимаете. Лист – это изначально, то есть на лист похож к ложе, да, если мы говорим концептуально, да, вот. Ну, нет, 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 рэкет, да, это вот, а это нет, нет. То есть взяли, взяли немножко, да, взяли немножко из парадигмы. Нет, а это все-таки лисп – это лисп, понимаете. Вот, итак, смотрите, значит, создан был голландским математиком Гвид Ван Росумом, да, и если первая версия была, можно сказать, игрушечная, то вторая уже учебная, хотя на ней уже создавали серьезную систему, то третья версия, сейчас Питон версия 3 – это уже промышленный язык, который, говорю, используется для разных областей и вполне себя хорошо чувствует. Опять же, видите, я опять вам пишу математика. Тот, кто говорит, что программисту не нужна математика, я говорю, что врет, да. Программисту очень нужна математика, да, в разных пропорциях, да, одному, больше, но без математики вы никуда. Информатика и математика, да, они как сестры-близнецы. Без понимания математики вам тяжело очень будет работать с алгоритмами, а как я вам говорил, суть программирования – это типа данных и что? И алгоритмы, да, поэтому в данном случае обязательно математика нужна и важна. И мы будем говорить, значит, ко мне на курсы приходят разные слушатели разного уровня, да, и опытным программистам я об этом говорю для всех, да, я об этом говорю для всех, но в том числе для опытных программирований. Я стараюсь обратить внимание на то, что в вашем коде частенько закрадываются лишние операции. Понимаете, компьютер, он железный, он не жалуется, но чем хорош программист, значит, сейчас нужно много и в ширину знать, да, и в какой-то области быть экспертом, в глубину. Так вот, чем глубже вы можете сходить вниз, тем ваш, как сказать, рейтинг и ваше положение будет выше и лучше, да, то есть, грубо говоря, когда все хорошо работает, да, прекрасно, но часто так не бывает. И вот когда потребуется разбираться, да, чем глубже вы на уровень сходите вниз, как говорится, чуть ли, ну, даже не до железа, конечно, если вы до железа даже можете сходить, ну, вот, эти навыки просто постоянно тренировать, но тем не менее, да, то есть там, чем ниже вы сможете, понимание того, как это внизу работает, даст вам сильный плюс, да, теперь, для того, чтобы понимать, как организовать программу наверху, потому что питон, первое, что это высоковый язык. Так, если начинаешь изучать практически с нуля, не будучи, сколько времени потребуется, чтобы разбираться, разбираться более-менее уверенно. Смотрите, хороший вопрос, но тоже нельзя дать однозначного ответа. Понимаете, я же говорю, я не зря сказал про твердость намерения, есть даже, понимая, есть даже сейчас устоявшийся такой шаблон, что нужно потратить 10 тысяч часов. Смотрите, это будет зависеть от того, насколько вы готовы вкладывать, да, времени, да. И опять же, очень трудно сказать всем, почему, потому что у разных, у всех разный уровень мозга, восприятия информации. Поймите, на работе чаще всего, да, у вас занимает больше времени, ну, рутина. Ну, хорошо, если у кого-то постоянно там какие-то такие вызовы, бывает и такое. Но все равно, когда вы начнете учиться, и я говорю об этом, это совсем другое, понимаете. Вам нужен сначала мозг перестроить. Мозг, на мозг будет оказываться, что большое влияние, большое водействие мозг должен будет брать, понимаете. Я информацию не скрываю, я вас загружу на 100%, но в зависимости от того, сколько вы готовы будете тратить усилий, времени, ну, кто-то возьмет 100, кто-то 90, кто-то 50, понимаете. Но, тем не менее, я не скрываю это, сейчас не хвастаюсь, я стараюсь вести курсы так, и записи будут, чтобы это не как было. Знаете, сериал посмотрел, забыл, нет. Мы разбираем это настолько плотно, да, что вы всегда можете потом еще раз и еще раз это посмотреть, если какое-то что-то недопоняли или там где-то подзабыли, да. Всегда вернетесь, пересмотрите, и вы найдете, что себе еще добавить. То есть это будет зависеть, насколько много вы будете потом решать задач, понимаете. Практика, практика, еще раз практика. В этом отношении правильно ребята писали. То есть нужно будет закреплять, я буду ее давать, буду давать сайты, на которые еще эту дополнительную практику можно будет проходить и закреплять. Так, ответил на вопрос. Поэтому по времени это все очень индивидуально, поймите. У меня нет, к сожалению, такой статистики, настолько много обратной связи от тех слушателей, которые прошли. Да, кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то, соответственно, там отложил, я не успел у него, да, хуже. Кто-то сразу, там даже брал специальный отпуск и, соответственно, гораздо быстрее в эту новую для себя отрасль включился. А потом поймите еще раз, я всегда говорю, часто, ну не часто, но приходят, слушают, говорят, я вот хочу полностью поменять. Ну, бывает, это хорошее пожелание, но не откидывайте, не откидывайте свой предыдущий опыт. Зачем? Ведь вы в процессе уже жизни много чего накопили, да, попробуйте это теперь сделать синтез, да, применить, да, возможно, взять что-то или даже объединить как-то. Никогда не откидывайте все, ведь вы, я же говорю, прожили, вы же не просто так этот опыт наработали и что-то умеете. Поэтому просто так откидывать, я считаю, не стоит. Попробую синтезировать, да. Так, идем дальше. Почему Python? Ну, во-первых, он у нас кроссплатформенный, да, он работает на основных операционных системах, сейчас у нас их три. Ну, можно сказать, Android уже, да, и MacOS уже, но тем не менее, есть он и на Windows, и на настольных, да, серверных Windows, Mac и Linux. Он себя прекрасно чувствует, то есть это кроссплатформенный язык. Python имеет простой синтез, да. Чем он хорош? Почему его часто используют как первый язык? Его, конечно, как первый язык надо уметь преподавать все-таки, вот, но тем не менее, главное свойство, которое положено в основу языка, это читаемость, да, это читаемость. И поэтому мы очень легко читаем текст на Python, как на подможности английского языка. Так, на курсе основного программирования базы данных, при этом сказал, что язык C база, и с него легко начинать. Языков C легко учить Python, наоборот, тяжело. А я уже начал, а я уже учиться. Так, по программе, ну и ничего страшного. Да, все хорошо, Руслан, не переживайте. Да, если вам в данном случае основа программирования, если вы все поняли, если вопросов не возникло, вы легко пойдете дальше, не переживайте. Да, вот, ну, здесь вы уже C изучили, как пример компилируемого языка, да, ничего страшного, пойдете на Python. Мы же говорим, мы добавили Python 0 для того, чтобы легче людям было, новичкам, именно входить через язык уже, понимаете, чем раньше язык начинает щупать, тем лучше. Если у вас проблем не было, ничего страшного, пойдете на первый Python и уже прекрасно будете себя на нем. Мы сейчас, мы сейчас, да, Python 1 только открыли, мы еще даже ни одного курса не прочитали по Python 0, поэтому не переживайте. То есть у нас все-таки Python 1 так и был сейчас, вот. Поэтому Python 0, это как бы курс выставлен, говорю, он будет все равно трансформироваться, добавляться, добавляться. Python 1 это курс, который мы уже очень много лет читаем, он уже выверен, понимаете. Поэтому мы там с самого начала, с самых-самых низов начнем, поэтому все будет хорошо. Давайте. Так, значит, что еще? Значит, Python, да, короче, позволяет писать. Это факт, что на Python со строками работать удобнее, это мне говорили сами программисты на C, которые, опять, я очень рекомендую программистам, которые приходят с других языков, как это, знаете, модное слово Open Your Mind, да, попробуйте не сравнивать сразу с тем, что попробуйте с чистым листом прийти, прочитать курс, прослушать курс, а потом уже давать оценки. Потому что это, знаете, как вот я, когда прихожу из Python в Excel, мне тоже все не так, все неудобно, ну, потому что я к Python привык. А люди, которые с Excel приходят на Python, говорят, здесь все не так, это нормально, понимаете, когда мы приходим в непривычную среду, надо не погружаться, так, все, конечно, все не так будет, это другое, это все по-другому. Поэтому попробуйте узнать, что такой Pythonic Way, у меня была слушательница, да, очень сильная программистка, она пришла ко мне на первый курс и вот от Python прям плевалась, понимаете. И вот она у меня прошла 6 курсов, я говорю, ну что, Анастасия, она говорит, я стал гораздо лучше, да, и спокойнее относиться к Python, да, я поняла, где его плюсы, я поняла его минусы, у каждого языка плевает. И теперь, познав, что такое инструмент, это всего лишь инструмент, это не идеально, это всего лишь инструмент, я знаю, в каком случае его использовать, а в каких случаях его не использовать. Если Python под задачу не подходит, его не нужно брать, понимаете, нужно взять другой инструмент, но Python для многих задач именно подходит, вот, вот в чем он хорош. Ну и так как инструмент, так как инструмент, вы должны этим инструментом владеть, инструмент должен быть удобный, я на своих курсах показываю, где он удобный и в чем его удобство. Так, Python 1, начинать с этого курса будет правильным шагом, как первый шаг для погружения программин для этого языка, да, да. Да, смотрите, если вы новичок, совсем, прямо, совсем новичок, то я рекомендую все-таки с Python 0 начать. Если же вы понимаете, что такое слово алгоритм, да, помните, соответственно, хоть немножко, в школе, в институте, да, что такое вообще IT, да, что такое алгоритм линейный, что такое ИВ, что такое вообще понятие цикла, то, да, смело на Python 1. Так, надеюсь, ответил, да, на вопрос. Здесь говорю, за счет Python 0 мы сглаживаем, да, даем возможность понять, что такое вообще программирование, что такое алгоритм, из чего состоит вообще наше программирование, и уже знакомиться на Python. Ну, чем легче познакомиться, тем, соответственно, быстрее. Ведь все равно какие-то вещи должны быть на канчиках пальцев, да, за счет многократного повторения. Ну, никуда от этого не деться. Так, смотрите, синдекс из Python, по сравнению с другими языками. Значит, Python был разработан. Значит, открываю вам секрет, ну, который секрет Палешинеля. Программистам чаще в своей деятельности приходится даже читать код, а не писать его. Да, читаем мы в пропорциях больше, чем пишем. То есть, вам придется разбираться в своем коде, в чужом коде. Поэтому мы, говорю еще раз, читаем readability, так называемый на английском, да, это очень важно. Значит, Python использует новые строки для выполнения команд, в отличие от других языков, которые часто используют точки с запятой. Ну, это плюс или минус, кто-то с оформлением, да, кто-то говорит хорошо, кто-то нет. То есть, Python использует, да, пробелы для определения областей видимости. Ну, мы все это с вами разберем. На примерах вы будете даже на это уже не обращать внимания. Ну, и вообще, на самом деле, отступы я использую в других языках. Это удобнее так код читать. Если раньше мы сверху вниз без отступов читали тот же C, Pascal, то теперь я и в GoLang, и в Pascal, и в C все равно отступы гораздо лучше по мне. Да, то есть, читабельность они повышают. Так, что важно, да, Python – это некомпилируемый язык, это важно. Это интерпретируемый, он немножко по-другому работает. И в отличие от компилятора, которым можно отсутствовать точкой с запятой, Лена, я вам по секрету скажу, что эта точка с запятой там есть, да, только это ставит сам уже в данном случае что? Отдельная программа, да, которая, вот, мы можем ее ставить, но никто ее в Python обычно не ставит, видите? Если нужно, поставим, если кому-то... Но вообще в Python обычно не ставят. Поэтому, видите, все... То есть, Python такой, как говорится, я говорю, в меру ленивый язык. Он говорит, программист, зачем тебе точка с запятой? Не надо, я все и так все пойму. Он говорит, хорошо, не ставь. Виртуальная машина, да, есть. Да, видите? По-честному сказать, хороший вопрос, Руслан. Python занимает такое промежуточное, да, промежуточное состояние между чистым интерпретером и компилированием. То есть, он очень похож в отношении на Java, на Java, да. То есть, он исходный код, ну, обычный текст, преобразует виртуальный, с помощью виртуального байт-код для ускорения, и потом уже его непосредственно выполнять. Вот. Да, байт-код есть. Значит, изначально, смотрите, есть репл, так называемый. Мы разберем, что такое репл. Полезная очень штука. Она, причем, для Java уже есть. То есть, это среда, в которой вы можете кусочки кода, да, тестировать, прогонять. То есть, можно сказать, что это помощник где-то дебага, да, дебаггера. Компилированных языках программисты сразу лезут в дебаггер. Я говорю, я не сторонник того, что сразу дебаггер, да, то есть, я сначала учу на своих курсах. Владимир Крич, что делать? Я говорю, ребят, что будем делать? Владимир Крич, запускать дебаггер. Я говорю, нет. Сначала прочитайте код, учитесь читать код. Два навыка, читать и писать код. Именно этому будут посвящены все курсы, да, то есть, читать и писать код. Ну, вокруг всего остального. Значит, объектно-ориентированный язык. Изначально, да, и если в рамках первых курсов, там, нулевого, первого, мы будем ими пользоваться, то во втором мы будем узнавать, как свои типы данных создавать. И глубже погружаться язык, потому что, говорю, изначально Python объектно-ориентированный. А потом уже, когда вы пройдете, ну, если захотите, нулевой, первый и второй, мы пойдем уже на основе этих базы, знаний, мы пойдем в конкретной библиотеке и посмотрим, что там еще есть. В математике мы рассматриваем, что SimPy – Symbolic Python, NumPy – Numeric Python, Pandas – Panel Data, Matplotlib – это визуализация, SciPy – Scientific Python и Escalion – библиотека для машинного обучения и глубокого обучения. Поняв, как работать на Python, вы легко пересядете на то же PyTorch, TensorFlow, сейчас, кстати, Google новую библиотеку для этого выкатывает, TensorFlow сам хоронит, выкатывает новую библиотеку. Да, но, говорю, я стараюсь давать, я стараюсь, значит, Python объяснять так, чтобы вы легко потом, познакомившись с объектно-ориентированной парадигмой и конкретно на Python, легко добавили себе знания Java, если вам потребуется. Да, там все равно те же самые понятия, понимаете. Что такое объект, что такое поля или атрибуты, что такое метод, что такое геттеры-сеттеры, да, мы все это… Что такое инкапсуляция, абстракция, мы все это в рамках Python 2 курса обсуждаем и решаем и закрепляем на конкретных задачах. Да. Так, идем дальше. Ну, буквально здесь быстренько проговорю, я, в принципе, уже к этому вас подводил, это, можно сказать, как подведение итога какое-то, да. Итак, простота обучения у Python ниже порог хода. C++ хороший язык, очень мощный, но это как японский меч, понимаете. Если размахивать, когда ты не умеешь, можно порезаться. То есть в C++ очень легко создать код, который с ошибками, если ты новичок. Когда люди говорят, Вадим, сейчас я схожу на C++ или на Java, потом через полгодика еще, и даже не ходите. На C++ и Java надо идти лет на 5 минимум. Да, вот себе выделите и идите, чтобы в нем действительно разбираться. У него порог хода выше. У C++ только стандарт языка 1836 страниц, или 34, могу напутать. А несколько лет назад была 500. Представляете, такая вот талмут, 1800 страниц, только сам стандарт языка. Так, в Python порог входа ниже гораздо. Так, легко читаем, еще раз говорю. Readability. Понимаете, легкие в обслуживании. Легкие в обслуживании, да, понимаете, довольно просто. Все-таки здесь нужно договаривать о том, что все-таки у человека должна присутствовать культура кода. И я на курсах постоянно говорю, ребят, смотрите, вот здесь лишний код, а вот это вы зачем сделали? Не так. А потом, говорю, скажут, что Python медленный. Понимаете? Поэтому дело в том, что должна быть культура кода, и я этому тоже очень много внимания уделяю. Это обязательно. Да, то есть, если каждый из нас будет писать хоть чуть лучше код, который есть сейчас на данный момент, да, ну, вот эти будут потихонечку, они дадут взвиг все-таки к лучшему. Так, очень большая библиотека. Да, я же говорю, практически в разных областях, в любых, да, мы сейчас можем найти. Так, интерактивный режим. Это REPL, я его покажу. Вы узнаете, да, что такое Python, что такое Python, да, дополнительно интерактивный. И тот, кто знает, дальнейшее продолжение. На анализе данных мы познакомимся с вами с Юпитер ноутбуками, да, и в чем суть, да, интерактивный, полезный весь. Сейчас практически все дата инженеры, дата аналитики, да, дата сайентисты используют Юпитер ноутбуки и его конкуренты Google Collab. Так, запись, так, Дмитрий, да, запись, звук так и не появился. Так, Дмитрий, ну, давайте я на всякий случай напишу. Так, адрес все-таки, по которому нужно будет потом написать. Так, давайте в чат кину и потом... Так, инфо-специалист собака.ру, да, и свой. Если что-то будет непонятно потом, я думаю, что этот вопрос мы решим. Так, немножко мы дольше, да, кто-то, если у кого-то время, да, чуть-чуть еще мы, да. Так, ваших отцов, я все-таки стараюсь и на вопросы отвечать. Так, стандарт библиотек в реальный проект. Насколько широко используют? Понятно, что задача, но все же очень... Ну, которые есть уже, ну, смотрите, там модуль SQLite, да, постоянно используются, да, каких-то вот сходу, что там. Ну, реквест не в стандартной библиотеке, я не знаю, почему до сих пор не включили, да. Ну, на самом деле нет такого реального разделения стандартной библиотеки. Я больше про стандарт говорю, что именно в дистрибутии. А вообще стандартная библиотека, если мы берем NumPy, то постоянно, да, реквест постоянно, PyTest постоянно, UnitTest тоже в тестировании. Что-то, в Pandas есть анализ данных, понимаете, все тоже считается стандартной библиотекой. Вот эти библиотеки математические, которые я перечислил, тоже, понимаете. То есть очень широко, Руслан. То есть основа, есть какое-то ядро, ну, которое, допустим, мы обычно дополняем именно стандартную поставку, да. Я, ну, очень активно. Так, есть приложение степик, в котором есть курс для начинающих, насколько полезно самообучение. Есть на степике, по-моему, поколение, да, насколько я знаю. Во всяком случае, у меня было пару слушателей, которые сказали, что у меня задачи сложнее. После моих задач там гораздо легче решаются. Вот так вот отвечу, Михаил. Вот. Курсов много сейчас, да, есть и платные, и бесплатные. Смотрите, я не скрываю, мы даем, и я даю, я попереду себя, я даю, у меня курсы очень плотные. Да, приготовьтесь на работу мозга. Я же говорю, я вам в первую очередь показываю, как мозг должен работать, как вы, да, что такое действительность, и по-серьезному учиться. Восемь часов, поймите, восемь часов нагрузка на мозг, это очень серьезная вещь. Да, я там где-то пошутил, где-то дал практику, где-то вам еще что-то рассказал, но поймите, да, нагрузка на мозг, если вы готовы, да, то будьте соответственно. Это и физически очень трудно, если вы почитаете, вон, как те же шахматисты готовятся к своим соревнованиям, они спорту уделяют очень много внимания. Поэтому все, что дополнительно, Михаил, это хорошо, да, это хорошо. Если вы уже что-то про питон будете знать, ну, в каких-то вещах вам даже будет легче, опять же, да, пожалуйста. То есть мы, если у вас будут какие-то разрозненные знания, мы их на курсе будем, соберем, и, как говорится, сделаем картиночку, мозаику из этих разрозненных, возьмем и все на свое место поставим. Мы с вами будем в голове выстраивать нейронные связи, да, ну, так мозг работает, чтобы вы очень хорошо все это потом всем этим пользовались. Так, база данных, да, расширяемый, портируемый, да, и программа на GUI, ну, есть GUI, есть такая интербиблиотека, есть PyWidgets, есть GrueKivy, очень интересная, и есть PyQt, тоже библиотека основная, которая используется при создании как раз графической библиотеки. Так, идем дальше, идем дальше, так. Так, ну, еще скажу про вебы, да, смотрите, значит, это то, что касается уже дальше, про анализ данных все-таки я много, что я рассказал, значит, по поводу веба, да, что для чего нам уже веб-приложение. Значит, с помощью веб-фрейморк уже готовых библиотек, да, так, имеет проходить начиная с туля или идти на диплом подготовка под питомом, так, проходить курсы начиная. Татьяна, немножко не понял вопрос, имеет ли смысл про начиная с нуля, да, имеет, если, если сейчас нулевая, то нужно идти желательно на питом ноль, да, нет, ну, а потом уже, если, там просто, насколько я знаю, да, я все-таки стараюсь говорить про то, что я точно, значит, на дипломный, так как у вас идет сразу объединение курсов, там же за счет этого получится меньше, чем если вы будете по частям набирать. Если вы хотите посмотреть, да, оценить, там, ну, это тоже имеет смысл, да, то есть, сходить только на питом, а потом понять. Опять же, на дипломный, насколько я знаю, раньше вы выбирали, какие-то курсы были обязательные, да, если вы что-то знаете, там легче подстраивать, и вы знаете уже, что у вас вот все выстроено, да, и вы там, соответственно, идете по треку уже. На дипломный, я же говорю, там, за счет суммирования, там, итоговая сумма меньше, насколько я знаю, была, но это лучше еще уточнять. Так, в связи с ситуацией с IT именно сейчас, насколько сжался и расширился рынок? Ну, все-таки у меня нет столько информации, понимаете, я не чат, вот, Руслан. Но, что хочу сказать, видите, в первую очередь, кому давали отсрочки? Банковским работникам и IT. Да, IT-шников много уехало, вот, поэтому на внутреннем рынке, да, на внутреннем рынке вопрос будет, ну, не всем понятно. Я говорю, что посмотрите вокруг, ведь сейчас даже, как говорится, проснешься скоро с утра, чихнешь, а тебе подушка скажет, Вадим Викторович, там, не чихайте, да, я уже там в аптеку позвонил, все заказал, сколько привезут. Я к тому, что, да, автоматизация, она везде и всюду становится, понимаете. То есть, если рынок сейчас немножко сжался, да, потому что люди не понимали, как тратить бюджеты, то он, соответственно, пройдет какую-то пологу, потом начнет расти, потому что, ну, все так или иначе, все равно связано с автоматизацией, понимаете. Облака данных, там, питон и джава, ну, куда ты без них, никуда. Там, питон и скойл, все равно, понимаете. То есть, если раньше, как я шучу, в каждой отдельной фирме требовался IT-шник, да, потом отдел IT, то теперь в каждой фирме требуется аналитик данных и даже отделы данных, да, аналитиков, понимаете, девопция и так далее. Ну, я надеюсь, кратенько ответил. Так, Руслан Ленчу, сумма, да, меньше получается, если, а, если отдельно даже набирать, да, ну, может быть, странно. Я думал, что это, ну, возможно, я, значит, не в курсе этого. Я думал, что вкупе наоборот. Вот, ну, здесь вы, может быть, какие-то, вы можете на программу посмотреть, но обычно программы все-таки подбирать. Смотрите, я, допустим, не говорю здесь, что в программе требуется ГИД, но ГИД потребуется, да, он обычно входит. Без ГИД-а программист это, ну, тяжело представить. Я не говорю сейчас, что здесь не обсуждаю с вами аж программы дешевле. А, все, ну, то я не про программу дешевле. Я не говорю, что, сейчас не говорю про HTML, CSS, но они будут в программе дешевле, CSS, ну, в этом, ходить в веб-фреймворке тяжеловато, понимаете, хоть мы и бэкэндом. Я же говорю, чем шире и глубже вы можете сходить, тем лучше для вас. Так, итак, в веб-фреймворке обычно использую два питания. Джанго, ну, сейчас есть третий очень хороший, FastAPI, вот, мы планируем только курс по нему, но, тем не менее, сейчас все-таки берем классику. Да, Джанго и Flask, это самое, они просто разные. Джанго такой комбайн, на нем можно все, под него уже все разработано, соответственно, бери, используй. Да, то есть, что только нет, все есть. Он уже четвертая версия, устоявшийся. Фласк немножко, Flask это конструктор, он такой легенький, но из него при желании тоже можно сделать не хуже. Просто он считается попроще, и именно из него, как собираешь нужную себе конфигурацию. В этом отношении Джанго, ну, немножко это, как бы, влияет на программисты, говорит, давай как я. То есть, его менять, как, за счет того, что он комбайн, да, его сильно менять можно, но это затратно. Все-таки иногда легче взять Flask, но это, опять же, зависит от размера, от размера вашего сайта и проекта. Если Flask, говорю, набрали, это надо, это не надо, это возьмем, это возьмем, это возьмем. Вот, ну и FastAPIS сейчас тоже такой восходящий, скажем, фреймворк, который тоже активно используется на основе как раз подсказки типов, да, то, что мы будем рассматривать. Так, ну, по часам, возможно, что-то изменение, потому что, ну, тем не менее, да, то есть, есть там все это написано, значит, особенности современной ПО, учебный план. На первом курсе нулевых мы с вами работаем в VS Code, да, если говорить о программе, потому что сейчас две среды основные. Это VS Code и PyCharm. Значит, начиная со второго, я показываю на PyCharm, потому что в рамках первого он не нужен. Да, опять же, вы должны понять, что Python – это не PyCharm, а то деткам вот сразу в школах показывают на PyCharm. Я думаю, что Python – это PyCharm. Нет, Python – это Python интерпретаторы, вы должны четко понимать. Писать можно на чем угодно. Хочешь на PyCharm, хочешь на Notepad++, хочешь на Vime, на Emacs, на Sublime, на чем хочешь, да, хоть на Idle. Вот. Это разное, это просто ID. Так, можете на вскидку за задачу практическую, нужно, да. Да вот мне прислали недавно, Игорь, да, вот мы в третьем решали, вот как раз у меня идет курс, мы решали, что там, вопрос с этой, с диетой и закупки. Задача оптимизации, да. Это все с помощью библиотек на Python, то есть есть у нас, как это, поставщики, есть покупатели. И нам нужно что, рассчитать, кого куда везем, то есть кому какую продукцию мы везем, да, то есть от одного завода мы везем там первым-двум, из второго завода там пятому-шестому, то есть видите, пожалуйста, да. Да, графы будут, но не так сильно, вот, мы в рамках второго питона, второго, ну, я имею в виду курса, мы их обсудим. Мы познакомимся с самыми библиотеками, да, как можно с ними работать. Вот. Так, ответил на вопрос, сколько времени нужно, поэтому практическую автоматизацию, да, нужно развернуть, опять же, с помощью этого. Обычный сайт, да, то есть вот сайт закупок, сайт анализа данных, этот, блоги, да, пожалуйста, все на питоне. Так, сколько времени нужно для того, чтобы разобрать библиотеку Панеса, работа с ней, если только начал. Значит, ну, сколько времени, я же про время говорил, ребят, ну, питон 4, надо пройти, мы там как раз вот трем библиотекам посвящаем время, да. То есть это NumPy, это Pandas и Matplotlib. Часто они работают в паре, ведь Pandas это все равно библиотека, написанная на объектах, да. И часто мы данные, особенно многомерные, передаем в NumPy, там считаем, потом обратно в Pandas передаем. Поэтому в рамках курса мы с Pandas очень плотно работаем. Три библиотеки, да, NumPy, еще раз, Pandas для анализа данных и Matplotlib для… Ну, к Matplotlibу потом добавляется, да, Sibon, Plotli и так далее. Но под капотом все равно вся работа идет через… Смотрите, я отдельно рассказываю Pandas, есть еще потом дополнительные фреймворки, когда вы поработаете с ними, там, допустим, питон, вместе с раз сейчас используется, интересная очень эта библиотека, но в основе тоже идет работа через фреймворки, да, через… ой, через дата фрейм, ой, прошу прощения, через дата фрейм. Так, Михаил, я надеюсь. Так, сертификаты будут, да, есть у нас отдел HR, который дает возможность потом помочь, помогает с работой. Значит, как я говорил, в рамках, там, нулевого, первого, второго курса, вот те знания, чтобы пройти сертификацию, да, и опять же, есть разные форматы обучения. Давайте я вот об этом скажу немножко, чтобы вы знали. Смотрите, у нас, значит, несколько форматов. Обычная, это очная, ну, здесь все понятно. Кому удобнее, там, нету времени, есть вариант, значит, открытого обучения. Это немножко другое. Это вы смотрите записанные лекции, такие же, да, ну, просто какой-то курс идет, мы записываем, вы смотрите, выполняете те же самые задания и решаете домашку. Я вам на них даю обратную связь. Значит, он немножко по-другому, смотрите, оформлен. Почему? Потому что в очном мы все-таки должны некий темп, да, выдержать. То есть есть у нас, мы идем определенным темпом. В открытом обучении, так как у вас есть записи, вы идете своим темпом. Вы можете, Вадим Викторович, а давайте вот мы, а вот такой-то вопрос, а почему так? То есть если в рамках очного я иду по порядочку и стараюсь не обсуждать, не скакать как заяц, да, те материалы, которые мы, допустим, будем рассматривать через два дня, чтобы у вас каши не было, то в рамках открытого обучения я легко эти, как говорится, радиальные выезды могу делать. И есть свободное обучение, но там у вас тоже есть доступ к записям, к домашним задачам, но там у меня есть меньше возможностей с вами осуществлять коммуникацию, да, вот. Поэтому лучше, конечно, если вы хотите наиболее полно, да, общаться, то это очно. И открытый обучение. Вот по поводу, значит, форматов. У нас пять занятий недели или десять дней, ну, если на вечер, посмотрите, да, пять – это восемь часов академических, если десять, то по четыре. Значит, на каждом дается домашнее задание и практика, да, обязательно на домашнее задание. По выполнению домашнего дается фидбэк. То есть мы с вами занимаемся код-ревью, да, я беру там пару примеров, да, если нужно что-то поменять, я меняю, если нет, просто стараюсь прочитать код и говорю, смотрите, ребят, вот здесь на это обращение, на этом, то есть стараюсь вам показывать примеры. У меня нет даже готовых, как правило, я беру чьи-то решения, да, там меняю, что-то показываю вам. Так, есть свободный формат, который в записи, а вы проверяете ДЗ. Так, именно открытое обучение вы имеете в виду, Кирилл? Да, есть открытое обучение. Или СО? Открытое обучение есть, 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 конечно, посмотрите, это мегагруппа. Открытое обучение есть, конечно. То есть по всем курсам, которые я сейчас перечислил, вначале все есть, открытое обучение, да, есть. Так, живое обучение, да, пожалуйста, это можно спрашивать всегда. Значит, между учебными модулями, опять же, вы сами весь свое это расписание составляете. Для домашней практики потребность компьютера, ну, видите, здесь пишу от 4 до 16, потому что, в принципе, сам питон, он может запуститься и на семерке, да, и с двумя гигабайтами. Единственное, что нехорошие люди, начиная с семерочки, сделали, что последняя версия 3.8. Ну, все-таки желательно 3.9, да, хотя бы восьмерочку поставить, это я про Windows. А на Linux, ну, там 4 гига будет за глаза. Просто если вы пойдете дальше, точнее, когда вы надумаете, часть курсов веб-разработка мы ведем на Linux, потому что все-таки веб это Linux. И мы используем обычно виртуальные машины, ну, для которых все-таки желательно 8-16 гигабайт памяти. Все-таки если вы выйдете, как говорится, за немножко, за корпоративные системы, да, то везде увидите, что там сервера на Linux. Это сколько там, 95-99% серверов именно на Linux. Поэтому немножко, да, касаемся и Linux. Вот, поэтому, конечно, к веб-разработке желательно добавлять знания Linux. Но, тем не менее, мы даем и удаленный доступ у кого-то там по разным причинам, можно будет подключиться к удаленному доступу и работать на компьютере, который мы предоставим в рамках курса. Вот. Так, соответственно, часто задаем вопросы. Ну, давайте, мы с вами уже много что обсудили. Знания команды строки нужны на курсе? Если у вас есть знания команды, это хорошо. Если нет, мы с вами все, что нужно, основы пройдем. Не переживайте. Да. Обычно я говорю, да, видите, на первом, на нулевом, говорю, что, ребят, кто не знает, сейчас мы будем страшные слова. Командная строка – это основа, поймите. Если вы хотите программировать в той или иной знания командной строки, обязательно у вас должны быть. Да, на начальном уровне должны быть. Все-таки это важная и неотъемлемая часть. Через командную строку гораздо быстрее многие вещи делаются. Так, можно присоединиться? Видите, да, можно. Что сделал, пропустил лекцию? Соответственно, удаленно или посмотреть запись занятий. Каждый раз все занятия записывают, как мы сейчас, и все файлики, все презентации, которые мы проходим, все это будет, конечно же, доступно и лежать. Так, будут ли записи? Да, будут. И предоставленные? Да, предоставленные. Да, предоставленные. Так, вот это бонус, о котором я говорил. Видите, то есть, если вы захотите в данном случае воспользоваться, нужно будет написать на, ну, если вы хотите подобрать именно программу на инфо собак специалист.ру, а если вы будете на сайте, то, соответственно, вот питон, да, питон 13. Да, питон 13 как раз и вам дадут скидочку. Да, поэтому, вот, я же говорил, что будет в данном случае, да. Код, да, код бонуса. Да, да, давай сюда напишу. Так. Питон 13, да. Так, 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 так. Ну что, да, пойдем дальше, в принципе, мы с вами все. Здесь информация, я ее, в принципе, в чатик уже скидывал, да. Моя почта высших отцов собака специалист.ру, общая, инфо, специалист собака.ру. Пожалуйста, можете писать, если нужно что-то уточнить, да. По возможности, может, не в тот день, но там в течение недели постараюсь, график плотный, постараюсь ответить и написать. Поэтому не переживайте, если в тот же день не ответил. Так, если какие-то вопросы остались, то, соответственно, давайте их разберем. Я старался сразу, да, по контексту отвечать. Вопросы были хорошие. Да, моя задача была и вам рассказать именно о языке, да. Как это дать, там, хоть немножко почувствовать, что он имеет право на жизнь, да. То есть, показать вам, где, в каких областях он применяется и донести вам мысль. Надеюсь, не расплескал, донес, да. Так, значит, литературу, да, диплом на дипломную, да. Насколько я знаю, Денис, уточните, да, вроде на дипломную. Так, молодцы. Сейчас, 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 так, давайте я по частям. Так, литературу, но я обычно на курсах советую, там много литературы. Основная классика – это Марк Лутц, да. Это Марк Лутц. Из еще полезного, да, очень рекомендую этот, Петцоль, да. Если вы хотите понять, что такое, да, Петцоль, автор Петцоль, Петцоль Кот называется. Что такое компьютер-сайенс. Очень хорошая книжка, поэтому, если вы перед курсами прочитаете, это будет очень хорошо. Ну, наберете Петцоль, в принципе, что? Вот. Сейчас, по порядку, да. Петцоль. Тайм-язык информатики, вот видите. Вот эта книжка очень хорошая и полезная. Классика по Петону – это Марк Лутц, да, ну, потом еще расскажу, что еще можно. Там в зависимости от уровня будет, понимаете, то есть, так, кому что советовать. Так, идем дальше, идем дальше, что еще по вопросикам. Так, код на диплом я сказал, уточните, но можно еще раз разница между очень открытым обучением. То есть, смотрите, давайте, сейчас я, Роман, к этому вопросу вернусь. Так, чем курс отличается от Яндекс.Прагмента и Хекс.Лед? Ну, я же не проходил, понимаете, Лена, честно сказать, да. Вот, все курсы хороши. Ну, могу сказать, что… Могу сказать, что… Как это? Тоже так. У Яндекса, я знаю, 9 уровней, да, тоже есть, вот, код-ревью есть, в данном случае так скажу. Я читал на других курсах, не буду сейчас называть их имена, да, вот, и я перестал читать, потому что там группы были очень большие, да, то есть, вот, 80 человек, на 80 человек давать обратную связь очень тяжело. Но наши курсы обычно, как правило, что, в среднем 15, да, может быть, 10, может, 12, может быть, 20. И вот эти вот 15-25 человек – это такое оптимальное количество, когда я успеваю, да, каждому уделить внимание. Там, после пары занятий я уже понимаю, что кому надо сказать, понимаете? Ну, опыт, это я не хвастаюсь, да, я… Этому нужно только одно слово сказать, а, Данеч, я все понял. Кому-то нужно подольше объяснить, а, да, Вадим Крич, все понятно, с примерами, с этими, да, то есть, 20 человек в среднем, говорю, позволяют уделить каждому внимание. И, опять же, по коду часто видно, что человек понял или не понял. И я стараюсь именно через код объяснить, потому что теория теории, ну, именно, как ты приходишь, говорят, покажи свой код, и я скажу, кто ты. Вот, в данном случае, Елена, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Я не знаю, сколько это. Мы стараемся все-таки уделять внимание, ну, я стараюсь уделять внимание, да, и учитывать, чтобы все это было вкупе. Говорю, еще раз, работаем на основных ID, да, это весь код, обязательно практика и домашнее задание, и делаем обязательно код-ревью в течение урока. Вот, да, ну, опыт тоже у нас хороший, да, большой опыт, поэтому в данном случае можете почитать отзывы и составить свое мнение. Так, и давайте еще раз между, да, вот этот важный момент между открытым и мощным. Смотрите, еще раз, в чем разница? Очное у нас, как обычно, да, вы записываетесь, приходите, посещаете, можете, опять же, приходите очно, можете подключаться через вебинар, никакой разницы нету, вот, у нас, да, есть такая тенденция, люди приходят сначала, и с течением курса часть уже уходит на вебинар, ну, потому что удобно, лень ехать, потому что особо никакой разницы нет. Но у меня есть, соответственно, что, темп, понимаете, я вот, у меня есть программа, и я иду по порядочку. Там, Владимир Владимирович, а в питоне можно то-то? Я говорю, да, а как, не скажу. Почему не скажу? Потому что начнутся радиальные выезды, и я не буду объяснять то, к чему мы придем через два дня. Я стараюсь, чтобы у вас был по порядочку, да. Это, 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 это и по порядку. Видите? Это мы и про очные. На открытом обучении у вас есть доступ, и вы идете своим темпом. Нужно еще раз в данном случае, да, пересмотреть что-то. Вы пересматриваете. Нужно сразу вопрос задать, как говорится, в начале, по материалу, который в конце. Да, пожалуйста, понимаете? Здесь вы, каждый из вас задает именно те вопросы, которые именно вас волнуют, это в открытом обучении. Понимаете? Ну, и обычно в открытом обучении люди разные, говорю, собираются. Поэтому с кем-то подольше, с кем-то, говорю, покороче. То есть вы можете задавать вопросы в рамках открытого обучения, говорю, идти своим темпом. Вот чем это. То есть свой темп – это очень хорошо. Вот главное отличие – это свой темп. Так, а есть ли какие-то преференты для тех, кто раньше проходил в специалисте очные курсы? Так, по поводу скидочек. Вот я знаю, что есть скидки. Насколько они сейчас есть, Лен, это лучше с менеджем. Я думаю, что об этом обязательно нужно сказать, да, что вы вот проходили уже. Да, я думаю, что вся информация по этому есть. И думаю, что здесь разговор будет с руководителем учебного комплекса. Ну, или с менеджером. Поэтому сейчас про курсы. Это лучше все-таки у тех, кто занимается продажами спросить. Да, у менеджера, потому что я могу что-нибудь напутать, да, потом сказать, а, Вадим Викторович, вот там, что-то не тоннули. Поэтому я выдерживаюсь. Хорошо, я думаю, что об этом, конечно, нужно сказать. Думаю, что что-то придумать можно. Всяк случай, я знаю, что навстречу идут. Я вам по секрету скажу, что бывают, да, люди приходят ко мне, вот, ну, вот я не садил, говорю, вот у меня курс сейчас по второму питону. Я обычно говорю, так, вот это показывали. Раз, там, ну, кто с моих курсов? Да, другие, нет. Я говорю, ну, хорошо, покажу. Я говорю, почему не показывали? А, Вадим Викторович, а я не у вас проходил? Я говорю, ну, понятно. Я говорю, думаю, что после второго мне бы еще и первый со скидкой. Ну, со скидкой точно будет. Понимаете, то, что я стараюсь, чтобы говорю. И не переживайте тот, у кого будет трек, да. Обычно на второй день по первому питону наступает катарсис, когда, ой, мне точно надо идти сразу на второй, я говорю. Ну, это нормально, поймите. Во втором я буду, в том числе, ходить в первый курс, чтобы закреплять, закреплять, закреплять. Да, мозг привыкает к информации, да, и уже эту нагрузку ему становится естественной. Видите, в этом суть. А поначалу, да, кажется, ой, ой, как много, ой, как страшно. Ничего, час за часиком, упражнение за упражнением, да, разбор за разбором. Соответственно, новая информация, новая, складывая, складывая, складывается и выстраивается в такую картинку, да, из отдельных кусочков мозаики. Так, все. Ну, я надеюсь, на все вопросы ваши ответил, да. Спасибо за ваши вопросы, да. Надеюсь, что информацию донес, вам было интересно, да. Да, и надеюсь, что мы с вами встретимся, да, на курсах, где все подробно разберем. Так, ну, если остались вопросики, да, еще напишите, еще пару минут, и мы будем закрепляться. Ну, немножко вышли, видите, за рамки, потому что все-таки хочется вам рассказать много, и все. Поэтому 45, это очень минут мало, поверьте. Очень мало, да, для того, чтобы всю информацию донести. Ну, я думаю, что было полезно. Да, всего хорошего тогда, до свидания, да, хорошего вечера. Да, до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok